приветствую вас дорогие мои друзья у микрофона hyunt вы на канале поки пика project и сегодня у нас с вами в рамках рубрики беглый взгляд будет вот такая вот интересная игра под названием go lasso 2 это эдакий такой знаете ли фифа заменитель для nintendo switch представляющий собой смесь футбола уличного и футбола такого взрослого что называется серьезного игру я эту решил взять на обзор не просто так в ближайшее время начнется чемпионат мира по футболу в катаре и как-то вот надо было этот наверное момент у нас на канале тоже отметить поэтому вот маленькое футбольное приключение перед большим футбольным турниром давайте запустим главное меню и посмотрим что здесь есть доступен быстрый матч уличный тур турниры и мировая лига что из себя не представляют но я думаю для тех кто хоть когда-то играл в спортивные симуляторы или спортивные аркады здесь вопросов никаких не возникает quick match это собственно просто матч товарищеский уличный тур это нечто вроде сюжетного наверное режима в рамках которого наша уличная команда должна будет одолевать другие турниры это традиционные турниры ну и мировая лига это что-то вроде сезона в рамках чемпионата мира наверное что-то такое откроем настройки посмотрим что у нас здесь есть есть управление нескольких типов вот тип 1 мне в принципе подходит это то как я привык играть в фифа время 8 минут это много давайте 3 все-таки это беглый взгляд они какой-либо то ни было еще английский язык испанский французский итальянский немецкий португальский ну в общем нашего тут нет оставляем средний уровень сложности и больше наверное ничего не трогаем запустим сперва quick match национальный или уличным давайте уличный посмотрим а там если уж не понравится ну да здесь разные уличные команды между собой могут сражаться типа сборная ретро там не знаю футбольный клуб радуга кто тут у нас еще призонерс тюремщики видать хирус герои монстры кобры и прочее 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 ребята вместо этого мы наверное с вами все-таки откроем режим за национальные сборные и сыграем за какую-нибудь команду ну я не знаю например россии почему бы и нет есть тут россия есть россия ваша за ваша сыграем против какой-нибудь топовой сборной давайте выберем какого-нибудь флагмана мирового футбола ну кто первый в голову приходит когда говорите о великих футбольных сбор сборных однозначно индия с индии мы с вами и сыграем вот такие вот поля тут доступны давайте возьмем вот это вот оранжевое такое песочное поле можно поменять формой что тут еще можно формы чуть не меняются как-то не так меняю а вот ну нет в красный будем играть давайте наверное начинать голоса 2 игра не только здесь дает возможность ну традиционные какие-то футбольные вещи делать вроде там пробежал перепасовал навесил ударил но и всякие прыжки какие-то вот такие знаете из уличного стрит стайла какая-то вот такая техника здесь своеобразная плюс ко всему прочему я вот не совсем понял это футбол с правилами или без за кадром я немножко совсем побегал можно было пихаться абсолютно нещадно пинать своих оппонентов там не знаю отбирать избивать и все что угодно ничего за это мне не было но при этом при одном из нарушений был был поставлен пенальти то есть как бы штрафных тут нет а пенальти вроде как получается есть нам показывают сборные интересные такие колоритные здесь ребята ладно давайте начинать товарищеский матч россия против индии кстати смотрите богдан цветаев в углу написано имя нашел футболиста да хорошо в общем тут ну придуманные футболисты само собой у какой какой скорость ничего себе я понять ничего не успел как этот товарищ просто жук 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 и пробежал вот только посмотреть какая скорость была от перекладины мяч влетает в ворота вот мы уже и проигрываем еще я все говорил футбол моя игра люблю футбол понимаю футбол ага а вот в голос у меня уделывают удар вратарь взял вера и синг а я думал синг по-другому пишется вы гляньте что они вытворяют а всех обвел передачка вот пошло 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 о прыжок научился делать он не дал ударить вот смотрите какой отбор был жестокий ничего удар это пенальти нет никаких пенальти здесь не положено хотя он мне чуть не убил играется бодро да это не фифа это понятно совсем другой формат вообще восприятие это какая-то ну такая знаете более аркадная простая вещь но все равно приятно интересно если тем более здесь режимы есть с турнирами со всякими будет весело я думаю да что ты будешь делать а опа хит это у них называется вот такой отбор когда по ногам бьешь это хит да отбирай ты так но я должен забить что это за дела такие если я не забью когда он уклоняется от моего нападения я так понимаю он получает бус скоростной и тогда летит уже как как не знамы кто подождите это не гол мне показалось мяч в ворота влетел ладно здешняя физика решает иначе ох проскочила музыка приятная кстати ну вот эта скорость а это куда это я угловой и чё брутал текл пенальти вот вот за что что я сделал не так 2-0 видимо сильно я кого-то покалечил тут драться можно но в меру но это было не в меру поэтому пенальти и 2-0 проигрываем на среднем уровне сложности мяч кстати розовый такой прям яркий красивый ну что а это не брутал текл или только в штрафной площади брутал нельзя ладно будем учитывать это ну хоть один то я забью давно у нас с вами правда ребят не было никаких спортивных игр в рамках беглых взглядов вы наверное вот кто давно смотрит канал знаете прекрасно что я очень люблю спортивные симуляторы какие только не люблю всякие люблю но да что ты будешь делать а интересно здесь что-то вроде так супер ударов каких-нибудь что-нибудь есть вроде нет ладно так что вода хороший какой-то спортивный проект это всегда интересно тем более такой вот о котором я до этого никогда не слышал да еще и на портативной приставке все-таки это именно вот такая для свеча оптимальный вариант вот в который раз уже говорю представляете вот так вот едете где-нибудь там ну не знаю в метро например да ты знаешь через сколько ты приедешь у тебя есть конкретное понимание того сколько будет твой маршрут длится выставляешь длину тайма ух отбил выставляешь длину матча длину тайма именно такую которая тебе подходит и будет же вообще пушка представляете пока доехал как раз матч сыграл идеально удар эх рикошет вот покалечил и ничего мне за это да что ты будешь делать а вратаря можно сбить интересно фифа 2003 можно было сбивать вратаря за это сразу давали красную это было забавно можно было проиграть матч техническим поражением нахватавшись удалений пяткой ну зачем пяткой кто там был не знаю я их по именам пока этих наших футболистов не запомнил это что было головой так в одну мяч наш мы обязаны забить графически ничего выдающегося из себя игра не представляет она просто симпатичная не более того но в принципе главное здесь как она управляется управляется она очень даже ничего где мяч то есть футболистов ты чувствуешь когда играешь я могу нормально отбирать могу нормально пробегать ну не деритесь если будешь драться я буду кусаться мы с вами после этого матча я думаю рассмотрим еще здешние режимы посмотрим что тут еще есть но я попробую уж хотя бы один то забить гол так так куда же ты я вверх отдавал вот вот это момент я чувствую будет голевой нет неправильно я чувствую беги 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 третий я не пропущу я не имею права на это как я потом буду в глаза вам смотреть матч скоро закончится говорит ой ой да что ж такое на ровном месте теряю понятно дело что это ну прям ну совсем не фифа но именно вот такой вот аркадный развлекательный заменитель я считаю неплохой кстати это вторая часть засчитали 3-0 была еще и первая надо посмотреть будет обязательно в интернете что она из себя представляла и на какие платформы выходила но для свеча действительно этот классный вариант да что ты все ловишь то сейчас свистнет ну куда это должен был быть пас все 0 3 ну давайте ради прикола ради интереса посмотрим вообще какие есть еще режимы может быть там все по-другому это вот самый что ни на есть обыкновенный матч но может быть есть какие-то удивительные вещи ну например я не знаю стрит-тур посмотрим ну да . сохранения давайте выбираешь себе команду быть и молнии радуги кого только нет ну я то возьму ретро ваш понимаете да я же ретро люк и вот соответственно нужно отправляться в японию в бразилию в египет в россию соединенные штаты и это по порядку кстати смотрите как прикольно сделано снег такой все заваленный кремль стоит красный египет с пирамидами ну то есть да вот самое такое все типичные как их назвать главные такие достопримечательности самые попсовые какие есть в государствах ладно берем токио первый кубок который нам надо пройти это кубок токио в чем разница между собой вот этих кубков я к сожалению не знаю ну просто по той причине что как бы ограниченный пул команд я так понимаю если мы там не знаю соединенные штаты в россию перейдем команда то останутся те же самые в чем тогда разница вот кстати в подсказке написано нападение в зоне штрафной площади может привести к пенальти а другой не может ну ладно кубок японии погнали очень странный мяч ой а что ребят вообще происходит в без вратарей играем 1-0 в маленькие ворота без вратарей то есть это совершенно другой режим это напоминает мне фифа стрит может быть знаете такую игру была такая раньше сейчас она по моему превратилась просто в отдельный режим для оригинальной основной фифа типа в волта какая-то или как она там она очень странно играется очень непонятно это вообще другой футбол как будто две игры в одну запихали так бежим хотел сказать штанга там ворота пополам меньше да что ты все блокирует а 20 сушки я на пропускал уже целую пачку и никак не могу даже один забить ужас с маленькими воротами не так прикольно но может быть это так отцу субъективное мое мне интереснее было играть в обыкновенный режим сейчас еще один пропущу куда он побежал беги беги и теперь вот так ну куда дерешься сейчас вот опять тут мяч за пределы поля не может укатиться я так понимаю да но как хафф тайм но я ударил же кстати за долю секунды до того как я нанес удар поворотом мяч счет не долетел и он остановил игру говорит первый тайм кончился хорош круто бегу через все поле дайте хоть один забить ну хромой какой-то шо он хромает не игрок поломался вот он побежал наконец гол наш первый гол ребята вот этим детским мячиком резиновым мы закидываем мяч в ворота это космос да нет ощущения какого-то праздника есть ощущение что я хоть слегка отмылся от того позора который на протяжении первых сколько там двух таймов первого матча и первого тайма второго матча меня преследовал сейчас я себя хоть чувствую не совсем уж худшим игроком во вселенной не ну на самом деле ребят приятно даже в этом режиме если освоить в принципе играется бодренько хотя это все-таки немножко другой формат футбола уже там никого нет вратарь выручай мимо ворот мимо ворот везде мимо а вот тут гул гул ребята вот это да начали это разбираться осваивать чё тут как на контратаку поймали и счет уже 2 2 сушь тяму ж ты выиграем вот будет дело нет не выиграем 32 обидно 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 хотя время есть 7 игровых минут оббегаем одного другого удар гол вратарь немножко прошляпил повтор будет вот это да лохматый шляпник не смог поймать он наш мяч стоял смотрел как дурачок и в итоге 3 3 а вот интересно кстати а если 3 3 там дополнительное время серия пенальти как у вас положено ребят а может и не дойдет до этого момент а все конец матча 3 3 выйти из матча ну а результат кто дальше то идет это же игра на вылет это же кубок 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 в кубковых матчах не может быть ничьей одна команда вылетает а другая идет дальше ну вот пишут что турнир мы проиграли мне кажется это немножко ленивое решение со стороны разработчиков случае ничьей можно было какую-нибудь серию пенальти прикрутить или дополнительное время или золотой гол что называется до первого решающего гола доиграть а так сразу ничья значит в пользу противника это как по-моему ну слегка лениво в любом случае вот такая вот забавная игра мне кажется неплохой вариант провести время где-нибудь там в транспорте в общественном или на перемене где-нибудь там в маленьком перерыве когда у тебя минут 10-15 свободных есть особенно подойдет тем кто любит всячески спортивные вещи ну а я на этом с вами прощаюсь ссылочку на игру как всегда оставляю в описании если понравится заинтересует заглядывайте изучайте всего вам самого-самого наилучшего положительных эмоций и вообще пока пока